Доброе утро! День, вечер, котаны! С вами Комиссар и я вас приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем говорить о такой книге, как Человек-амфибия Александра Беляева. Та-да! И повествует она о человеке, который может одинаково хорошо жить как на суше, так и под водой. Интересно, не правда? Так вот, жил такой человек, которого звали Эфтиантр. Людей его почему-то боялись и называли морским дьяволом, хотя он спасал людей, которые чуть не утонули. Да, это так логично. Жил он и не той жил, пока в один прекрасный момент не появился такой человек под именем Педро Зурита, который решил его поймать и разбогатеть, потому что ловцы жемчуга хватились очень дорого, так как человек не может дышать водой, а Эфтиандр мог. Тогда Педро Зурита, капитан корабля Медузы, проследил, куда каждый вечер направляется Эфтиандр и спросил у Бальтазара, кто живет на скале, потому что он бывал именно туда. А Бальтазар, старый ловец жемчуга, говорит, там живет Бог. По-моему, это логично. Где дьявол, там и Бог. Морской дьявол — Бог. А под Богом они подразумевали Сильватора, который являлся доктором и проводил опыты на животные. Ну и, конечно, излечивал людей. Бальтазар отправляет туда своего брата Кристо, который обманом начинает завоевывать доверие Сильватора Савва именем, он становится главным слугой Эфтиандры. Все было бы хорошо, и Эфтиандра бы никто никогда не поймал, если бы он не влюбился в девушку, которую он спас — Бутейру. Когда он понимает, что она не может дышать под водой, и чтобы ему с ней встретиться, ему надо выйти на сушу. Он надевает белый костюм и идет ее искать. И, между прочим, находит. А это девушка — дочь того самого Петтазара. И на ней хочет жениться Федро Зурит. У них там происходит стычка, но никто не догадывается, что этот молодой человек в дом-костюме есть Эфтиандр. Вообще, на самом деле, никто бы об этом никогда не догадался, если бы Федро Зурита обманом не выпил в Кутейру к себе домой. Так как он хотел на ней жениться, потому что она самая красивая девушка на их острове. Тогда Эфтиандр снова идет ее искать, находит. Ему почти удается вместе с ней лежать. Но его сзади бьет по голове Зурита и бросает его в пруд. На следующее утро Эфтиандр просыпается. И тут Петро Зурита понимает, что человек, который проведет целую ночь в пруду, вообще-то задохнет с любви, а этот не задыхается. И тут у него что-то щелкает в голове, и он понимает, что это Эфтиандр. И обманом он его завлекает на свой корабль, обещает ему, что я освобожу и тебя, и вытеру, и все у вас будет в шоколаде. Но в яхт, только он вступает на корабль, он одевает на него цепи и закрывает в трюме. И потом, с тех самых пор, Эфтиандр находит жемчуг и, получается, служит Петро Зурита. Потом, когда приезжает Сальватор в своей дальней поездке, он понимает, что нет Эфтиандра, начинает иметь тревогу, начинает из них войскать. А Кристо к тому времени очень сдружился с Эфтиандром, и в нем сыграли какие-то человеческие чувства. Он открывает Эльватору замысел Зурита, и они вместе идут к Бальтазару. Но до этого Кристо, когда переодевал Эфтиандра, видел на нем пятна, о которых потом рассказал Бальтазару, и Бальтазар понимает, что это его сын, которого забрали на него еще когда он был мальчиком. Все было бы хорошо, найдя герои этот корабль Медузы и спася Эфтиандра, но, увы, когда они туда приезжают, Эфтиандра на судне не ехать. Они разворачиваются и уезжают. Но в конце все хорошо, Эфтиандра удается бежать, и происходит судно Циклатором. В ходе этого суда вносится приговор, что Эфтиандр должен умереть, так как он и не человек, и не божественное творение, и вообще, что он в какой-то отродье. И он не достоин здесь жить. Циклатор, конечно, этого допустить не может. Он встречается с Эфтиандром и говорит тому, что тебе нужно бежать к моему другому ученому. В конце, в принципе, все отлично. Эфтиандру удается бежать. Единственное, разбитое сердце Бальтазара, потому что он так и не встретился с ним. И книга заканчивается тем, что Бальтазар каждый вечер выходит к побережью, кликая своего сына Эфтиандр в свои ноги. Это так трогательно. В итоге с Готиарой ничего не вышло. Циклатор сел в тюрьму. Ну, а Эфтиандр сбежал. Единственное, что плохо, то что из-за того, что Эфтиандр очень долго находился на суше, он повредил свои легкие, и поэтому он большую часть времени теперь может находиться только в воде и лишь пару часов на суше. Вот это вот самое, самое грустное в этой книге. Серьезно. Что мне очень понравилось в этой книге, как Эфтиандр плавает в море, и, господи, я после этой книги захотела на море. И еще там была очень главная мысль, когда Эфтиандр выходит искать Кутиеру, девушку, которая влюбленная, выходит на суше, и он просто не понимает, зачем люди курят сигареты, потому что они же своими руками себя же и калечат. И, между прочим, это мудрое его изречение. А еще я помню, как он разговаривал со своим отцом-славатором, говорил о том, что какие же люди ограничены, потому что он может жить в море, он чувствует себя свободным. А люди, которые на суше, они не знают, каково это, они не знают другого мира. У него-то получается два мира. Люди на суше знают только один. И он их жалеет о том, что они не могут почувствовать себя свободными. И вот здесь я задумалась, что он прав. Еще один момент в книге, который мне очень понравился. И когда происходил судно с Альбатором, и все кричали о том, что он порождает каких-то чудовищ, и вмешивается в божественный процесс, он очень спокойно на это все отвечает. Высказывает свои теории, критикует настолько их в теории божественного процесса, что они просто рушатся. И это великолепно. Иметь настолько холодный рассудок, чтобы даже в такой отчаянной ситуации, когда твои творения могут губить, а тебя посадить на несколько лет, а может даже на всю жизнь, ты не ведешься на провокации, а аргументированно говоришь свою точку зрения. И я надеюсь, что когда-нибудь в жизни я тоже буду себя так же хорошо вести. Я прочитала эту книгу за два дня. Во-первых, потому что она легко читается. Во-вторых, потому что настолько интересный сюжет, настолько интересен этот подводный мир, что ты как можно дольше не хочешь выходить из этой атмосферы. Поэтому выпиваешь эту книгу залпом. Честно скажу, в аннотации книги написано о том, что книга быту и вставать о наипрекраснейшей любви. Но, если честно, я этой любви там не особо заметила, потому что я для себя открыла там нечто иное. Мне было намного интереснее следиться подводным миром. Потому что Александр Беляев вот так описал, что мне тоже захотелось жить под водой. Поэтому прочитайте ее сами. Да, да, она читается легко, но она очень увлекает. И, между прочим, здесь написано 100 главных книг. Плохую книгу в 100 главных книг запихнут. Дорогие мои, читайте, делитесь своими впечатлениями. Мне она очень сильно понравилась. И теперь мне захотелось читать очень много книг про море и океаны. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что дошли до конца этого видео. Мне это очень приятно. Спасибо также, что остаетесь со мной. До скорых встреч. С вами была Калисар. Я желаю вам удачи и всего хорошего. Пока-пока.